Давайте пойдем побыстрее. Ну вот Давид так жаловался на свою жизнь, что летаю в спинание, кусте его и сонки, отрекоте его. Потому что никто не может от нас учить из-за верхов, кроме крови Иисуса Христа. А наша жизнь уже с вами очищена через жертву Иисуса Христа. Поэтому Бог нам предавает радоваться, 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 еще раз радоваться. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Иисус Христа, страница 9. Евангелие от Матфея, девятая страница. И 15 стих прочитаем. И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога врачного, пока с ними жених? Но придут дни, и когда отнимется у них жених, и тогда будет пастись. Аминь. Когда в своей жизни кризис веры, когда в своей жизни приходит печаль, как у Давида, как он читал до того года, что летаю в стенаниях, высохло, кости не сохли от грехов моих и так далее. Аминь. Он жаловался. Это псалом такой был, мой веселый. И когда приходит в вашу жизнь, то ты естественным образом пастишься. То есть человек, когда ему плохо, он там не есть, не пить не хочет. Естественное его состояние, когда он кусок горла не видит, как говорится. И это естественное состояние человека, когда он не ест и не пьет, потому что ему просто плохо. Когда я болела, лежала тут, брить тут ходила, и зародили меня, и в общем лежала. Я вообще ничего не ела, хотя я знаю, что я люблю поесть. Да, я люблю поесть, чтобы поесть никогда не плохо, чтобы поесть. А тут заболела та, что вообще какой есть. Я вообще забыла, что такое есть. Одни лекарства ее. И таким моментом, это пост, понимаете, естественный пост человека. Когда приходит какая-то проблема, когда приходит какая-то болезнь, приходит что-то в твоей жизни негативное. Дьявол атакует, там, в ресторан, там, мысли там плохие. Но сейчас-то мы знаем, как нам защищать твои мысли, да. Все спасение надо девать. То есть уверенность, полная уверенность в том, что ты спасен и тебя должна быть. Вот. А это возможно только если в себе живет дух святой. То есть у тебя хорошее отношение с Богом. Когда у тебя, когда это возможно. А вот. То есть ты уверен полностью. У тебя внутренняя уверенность в том, что ты спасен. Просто внутри у тебя свидетельство того, что ты спасен. И ты просто в этом уверен на сто процентов. Никто не может подполезать свою веру. Никто. Потому что ты уже не младенец. Это младенца нужно там. А ты уже твердый. И поколений не верит. Там есть этапы, да. Говорю вам отцы. Говорю вам юноши. Потому что вы победили в Укаула. Юноши победили в Укаула. Отцы уже познали сущего. Украина. И апостол Павел писал, да. Не помню кто точно писал. В общем там была такая. Было такое слово Божие. Что юноши уже победили в Укаулах. То есть если ты в процессе духовного роста уже вышел из состояния младенчика, ты уже становишься юношей, который победил в Укаулах. И что бы он там тебе не говорил, что бы он там тебе не нашептал, не позволяй ему вообще. Просто тебе должен лучше иметь. Не позволяй по мыслям этим развиваться в твоей жизни. Ну, этой экологии. Чтобы оно не попало в твое сердце. Потому что если он попадет в твое сердце, то считай, что ты ранен. Раненая душа, она не чувствительна к питому духу. Раненая душа, она не может слышать даже, а услышать голос и голос. Потому что там будет много-много сейчас голосов. Дьявол будет говорить. Может твою жизнь говорить в твое. Но ты слушай голос Духа Святого, что он говорит. Потому что он от себя ничего не говорит. Он говорит только то, что услышит от Отца Небесного. А благоволение Отца Небесного, оно всегда входит. Оно неизменное. Даже если ты отречешься, даже если ты не верен, то Бог всегда предъявил, а только от верен. Ибо себя отречься он не может на тебе. Он потому что в тебе живет уже. Внутри тебя он живет, и он себя отречься он не может. Как он может себя отречься, он же в тебе живет. И его благоволение всегда к тебе. Аминь. Но сейчас жених с нами. Сейчас жених с нами. Мы радуемся. Мы счастливы. Я очень счастлива. У меня мир, покой в сердце. Пусть там какие-то проблемы возникли. Но все равно я счастлива. Потому что мое счастье двое. Мое счастье двое. А он со мной все равно. Аминь. Я знаю, что много сестер, братьев, христиан, у них, да, с которыми я могла общаться. Даже в гусь. Огня, поцеловать. Иду на улицу. Видела, что я сестру и брата раз. Огняла, раз поцеловала. Благословила. И так далее. Хоть он и ходит не в мою церковь, а в другую какую-нибудь церковь. Потому что у Бога много людей. Много. Много. Аминь. Давайте откроем страницу 223. 2 Коринфина. Из Мая глава 10. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние во спасение. Печаль мирская производит ее. Аминь. Вот что такое покаяние ко спасению? Это перемена ума. Перемена мышления. Покаяние это перемена мышления. А не то, что ты вот сказал прости. Ой, я согрешил сегодня опять прости. Нет. То есть мы уже с вами прощены, очищены, освещены. Раз и навсегда. Но покаяние это, когда ты печалишься, да? Ну вот ты же все равно своими физическими глазами видишь, да? Это просто. Как Павел сказал, что бедный я человек, то и два это нет. Вот тело смерти. Вот чего я хочу делать, то не делаю. А чего не хочу делать, то я делаю. Вот. Потому что то делаю не я, но живущий во мне грех. И это был крик его души. То есть он, когда смотрел на свой плот, знаете? Но потому что иной закон, противоборство закона его ума, противоборство, всегда борется. Но мы всегда должны встать на сторону духа ума. То есть закон духа жизни во Христе Иисусе. Всегда должны быть на стороне праведности. То есть это и есть шлем спасения. И когда человек печалится, да? О своих простудках, он начинает... Это побуждает его меняться в лучшую сторону. Меняться в лучшую сторону. Потому что мы, хотя и спасены с вами, да? Уже наш жительство в мире, да? Но плоть еще здесь, на земле находится. Поэтому мы подвергаемся вот этой судебной жизни, которая живет этот мир. И здесь говорится о том, что когда ты печалишься ради Бога, то это производит неизменное... то это производит покаяние, то есть изменение своего мышления. И потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. И каковы мысли, таков и его поведение, то его жизнь показывает ему. То, как он мыслит. И печаль ради Бога проявляет неизменное покаяние, как спасение. То есть мысли, мысли всегда наши, фокусированы на спасении. Вот что имеется в виду здесь. То есть мысли всегда о том, что ты спасен. Это есть печаль ради Бога. Когда ты печалишься ради Бога. Вот видишь, что только грешных людей, да, еще в Бога не пришли. Вот. Это производит твои мысли к тому, что ты спасен. И тебе надо радовать, что ты спасен. Это покаяние, то есть перемена твоего мышления. А не то, что я, наверное, то, что не спасен. Может быть, спасен, может быть, кто-нибудь. Нет. То есть ты должен всегда быть в твердое время, что ты спасен. И это производит покаяние. Перемена твоих мышлений ко спасению. Перемена мышления ко спасению. Потому что ты уже спасен. Ты когда печалишься ради Бога. Когда ты… А печаль мирская производит семена. То есть когда люди видят свои, ну, там, болезни, там, проблемы, грехи. И они не приходят, не пришли. Это печаль мирская у них. Это у них печаль мирская. Покаяние. Ты уже не от мира всего. Ты не принадлежишь этому миру. Все. Ты не от мира всего. Вот. Ты принадлежишь Богу. Ты не от мира всего. Поэтому ты вообще не можешь быть меценером. Тебе нужно обновить свой ум ко спасению. Обновить свой ум ко спасению. Покаяние ко спасению. Покаяние – это перемена ума. Покаяние – это перемена ума. То есть своим умом ты должен понимать, что ты спасен раз и навсегда. Тебе не надо из этого печали. Это печаль ради Бога. Тебе не надо из этого печать. когда ты видишь твоими физическими глазами, что мне вот греши, видишь Иоанну, греши. Вот тебя это производит теперь печаль, ну, печаль, печаль ради Бога ты опечалилась, ради Бога опечалилась. То есть видишь, сестра, брат, согрешили, да, или ты согрешил. Ты видишь это в физических глазах, ты можешь, как Апостова Павловская, тут бедный человек, тут бедный человек, и у него был печальный рассказ. Ой, извиняюсь, Папостова Павловская, печаль ради Бога. Это не печальная рассказа. И она производит в нем неизменное покаяние, как спасение. Вот. То есть он к спасению, это значит к небесам. Поэтому он сказал, кто избавит меня от всего тела смерти. Потому что тело смерти, оно мешает ему быть там на небе с Господом, понимаете? И только там ты можешь быть полностью, ну, как бы увидеть всю эту картину своего спасения. Уже своими глазами реально. А здесь ты только веришь, что ты спасен. А печаль мерзкая производит смерть. То есть, когда люди болеют, проблемы у них, стареют. Короче, к Богу не приходят, далеки от Бога. Это производит смерть. Это печаль мерзкая. Вот это будет правильно. Истолкование. Печаль мерзкая. Мы с вами не в миру живем. Мы живем в Царстве Божьем. Здесь не может быть мерзкой печали. Здесь может быть только печаль ради Бога. Когда кто-то из вас согрешит. Потому что вы ищете телом, если находитесь на земле. И Иисус Христос и на земле тоже. Духом Святым. Он соединил во Христе. И земное, и небесное. То есть, и наши с вами тела, и свинечицы, они тоже Иисусу Христу принадлежат. Они не принадлежат этому миру. Не принадлежат дьяволу. Не принадлежат веку. Мы свободны с вами. Но когда кто-то согрешил из вас. Ну, телом, да, вы видите. Телом кто-то из братьев. И все согрешил. Так, как решит, видите. То это производит покаяние, как спасение. Вы можете сказать, как апостол Павел. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смертью? Вот. Это ради Бога печали. То есть, я хочу к Богу подняться. Да, я сожалею от своих грехах. Вот. О том, что я совершила. И так далее. То есть, ты сразу смотришь на небо. На небо. Ты спасешь. Даже если ты совершил, ты невиновен. 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 Это производит покаяние, как спасение. Все, да. Кто избавит меня от этого тела смерть? Это печаль ради Бога. Это печаль ради Бога. Вот в миру никто не хочет, чтобы его тело умерли ради того, чтобы к Богу пойти. Аминь. Потому что они не пойдут к Богу. Они вас пойдут. Там никто не хочет, чтобы его тело умерло из-за того, что они грешат. Наоборот, они хотят грешить, грешить, грешить. И чтобы всегда грешить, и чтобы им за это ничего не было. А у нас нет. У нас печаль ради Бога. Потому что Бог ненавидит греха. Аминь. Но пусть Дух Святой нам до конца объяснит это слово, что оно означает. На самом деле. В притче Принцесс 651. 16-15. В притче Принцесс 651. В те дни несчастного печальны. У кого сердце весело, то пусть всегда пир. Аминь. Все очень просто. Все гениальное просто. Ну, ты мне скажите. Ну, естественно, в те дни несчастного и несчастного. А у кого сердце весело, то пусть всегда пир. Вот у нас с вами всегда должен быть пир. Всегда. Всегда сердце должно быть весело. Всегда. Не должно быть. Не давайте место дьяволу вообще. Если ты несчастный, то ты не прославляешь таким образом Господу. Ты не прославляешь Его. Не прославляешь Его. Это, получается, Бог тебе дал такое? Он уже не несчастный. Он тебя спас для того, чтобы ты был несчастным? Нет. Он тебя спас для того, чтобы ты был счастлив, здоров, счастлив, всем обеспечен, ни в чем не имел нужды. Чтобы Бог был в себя под защитой, под охраной Бога. Для этого он тебя спас. Не для того, чтобы ты плакал, гадал, печалился и так далее. Здесь говорится об этом, да? Просто этот человек дал место дьяволу. Понимаете? Все дни несчастного и несчастного. Печальность. 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 Все дни. Все дни несчастного печальность. Все. Нет ни одного дня не печального. У несчастного все дни несчастных. А кто? А у кого сердце весело, то он всегда всех. Наше сердце всегда должно быть весело. Мы с Светлыми с вами. Сестры, братья, во Христе. Мы с Светлыми спасены. Что нам печальится? Что нам грозит? Что нам грозит? Что нам грозит? Мы с Светлыми спасенные лужи. Все. Раз и навсегда. Филипитом. Страница 241. Вторая глава. 27 с 27 по 37. Ибо он был вгонен при смерти, но Бог помиловал его и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась у меня печаль к печали. Почему я скорее послал его, чтобы вы увидев его снова, возрадовались у меня печаль к печали. Почему я скорее послал его? Примите. Примите же его в Господе со всякой радостью и таких умейте в уважении. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизни, дабы восполнить недостаток ваших услуг в мане. Аминь. Аминь. Здесь апостол Павел рассказывает об одном брате, да, сотрудничестве. Сотрудники с благодетами. То есть они много трудились, апостол Павел много трудился, много ездил, нельзя путешествовать. Как известно, путешествовать – это некомфортно. Вот. И это нам хорошо, мы сидим у себя дома, нам комфортно. А вот путешествовать – это некомфортно, понимаете? И был один сотрудник у апостола Павла и Пафратик. И он заболел очень сильно, что был даже при смерти. Вот. До такой степени заболел. Не знаю, по какой причине. Может, согрешил бы, я не знаю. Но написано – Бог помиловал. Помиловал. То есть Бог, когда милует, это значит, что он прощает грехи. Подомилует. Мы-то понимаем, что наша плоть, да, она здесь находится, в суедной жизни. Наш Дух находится в Царстве Небесном, невидимо в Царстве Божьем. Царство Божие, которое внутри нас. Но наше плоть… И апостол Павел уже не скрывал об этом, что он был печален, понимаете? Печален ради Бога, который производит неизменное покаяние в Константине. У него была печаль ради Бога. То есть, ради этого брата, который скорбел, болел, чуть не умер. И он его любил. И попросил других братцев, чтобы они его приняли в Господь. От всех его радости. И уважали его. Он их просил об этом. Уважайте этого брата. Потому что много со мной трудился. Подвязался, да, Евангелем. За веру Евангельскую. Продал. Был близок к смерти. За дело Христова. Он подвергал опасности своей жизни, написано. Почему он подвергался опасности жизни? Почему это случилось? Потому что он хотел в основании недостаток услуг апостола Павла. Павла. То есть, то, что должны были сделать другие церкви, они этого не сделали. И поэтому Епофродиту досталось очень много. Он сверх сил своих служил за дело Христова. Потому что другие, они не хотели этого делать. То есть, он восполнял нужды апостола Павла. Из-за этого он подвергал опасности своей жизни. А как вы знаете, что апостолы Павла хотели убить людей. Да? Он всегда находился в опасности для жизни своей апостола Павла. Дай Господь Духом Святым нам мудрости, чтобы мы правильно понимали слово Божие. Чтобы правильно понимали слово Божие. И не говорили, вот он уже был печален, значит это мы должны печать. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние, как спасение. То есть, перемена мышления, как спасение. То есть, на небо оно всегда обращается взор на небо. Когда мы печальницы, печалью ради Бога, это всегда устраняет взор на небо. Понимаете? А когда печаль мерская, то есть, не ради Бога, то она производит смерть. То есть, человек, он не смотрит уже на небо. Ему он не верит уже. Такой человек, он не верит на небо. То есть, он не хочет на небо. Я хочу поделиться песней, которую Бог мне дал. Здесь вот немножко неправильно может быть в этой песне. Потому что это была песня печаль ради Бога. Я хотела, чтобы человек покаялся, чтобы вернуться к Богу. Вот. Но, как говорится, он написал, что это печаль мерская. Ну, потому что еще было неправильное мышление. Неправильное мышление. Эта песня родилась, когда у меня было. Это было в 2017 году. Вот. 11 июля. Вот. Эта песня родилась. Вот. Это был крик души. Во имя Иисуса Христа. Может быть, он пригодится кому-то ради утешения. Потому что мы утешаем других тем утешениям, которые Бог утешает нас. И Бог меня утешал. И Он меня довел до сегодня. Аминь. Потому что, когда что-то было не так в моей жизни, я всегда просила, что дели меня на небо. И дели меня на небо. Ну, когда чувствуешь, что здесь, на земле, жизнь не имеет никакого смысла. Вот. Сейчас жизнь имеет смысла. Потому что это нужно. Я на разу обещала. «Э, у меня на этой земле, значит, что еще кому-то нужно». Аминь. Давайте с вами споем «Жалуюсь». Иисус. 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 Мы с вами. И я любила его, а меня любила, но любить говорю не дам. Но я ждала его мокрами песок, словно верно в любую нашу. И я волшебаю, и я все еще раздаю, и все ли твоя душа берет. Начать зовет, в плечащей душа слезы льет. А сердце раскрывается, когда желт подкается, когда ко мне везет. Но навещал мне, будем счастливы, меня невесткаю называть. Но я поверила, а мне девчонки любила, но другие красавицы мешают. И я волшебаю, и я все еще раздаю, и все льет. А сердце раскрывается, когда желт подкается, когда ко мне везет. И я любил его, а меня любила, но любить говорю не дам. А сердце раскрывается, когда ко мне везет. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры делал DimaTorzok 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 И за всё благодарение Бога Ибо такова нас воля Божия во Христе Иисусе И чтобы мы с вами жили по закону своего ума И всегда закон ума побеждал над иным законом, который противовольствует закон ума нашего И если вы печальитесь, то чтобы эта печаль была только ради Бога, который производит неизменное покаяние, как спасение. И всегда обращайтесь на жизнь, а не не в вас. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok